Сегодня мы с вами поговорим об обрезке и формировке винограда в том случае, если что-то пошло не так. Ситуация. Вы изучили все формировки, вы изучили все картинки, вы наконец поняли, что такое сучок замещения, подходите к своим кустам и понимаете, что картинка там совсем отличается от того, что вы изучали, что делать в таком случае, как поступать в таком случае. Сегодня мы с вами обсудим и, как всегда, покажем на примерах. Ну и также коснемся немножко темы сучка замещения, зачем он нужен, нужен ли и как без него прожить. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Смотрите, здесь более-менее уже сформированы кусты. Им, наверное, лет 5. Более-менее тут все было хорошо, но так случилось, что весна внесла свои коррективы. Достаточно много почек подмерзла и надо было куст нагружать. Поэтому мы оставляли побеги везде, где только можно было. Вот видно, что достаточно много побегов здесь идет от головы куста. И смотрите еще какая ситуация. Когда я все это весной нормировала, убирала лишнее, убирала побеги слабые, то я те побеги, которые мне нужны были на замещение, на плодовой стрелке уже на следующий год, я помечала цветными ниточками. Ну, например, вот. Вот тоже помечен побег. Да, там снизу помечен побег. Но смотрите, к чему я веду и для чего я это все показываю. Я думаю, что виноград вот этого не знает. То, что я пометила, ну, я молодец. Он будет расти так, как он хочет. Вот смотрите пример этот побег. Это вообще-то реформ. Такая толщина лозы для него абсолютно нормальная. Удобно расположенный побег. Примерно по центру между кустами. Даже надо было бы, чтобы он еще там чуть дальше был. Но дальше, к сожалению, ничего не случилось. Нет, случилось, да? Вот что дальше случилось. Ну, подмерзло. То есть, все как надо, да? А теперь смотрите, я по нему поднимаюсь вверх. Поднялась, поднялась. Поднялась, поднялась, поднялась. И дальше у нас началось что-то непрозумительное. Оставляет ли его на плодоношение? Можно, конечно, но нужно ли? Понимаете, вот не случилось тут ничего хорошего. А вот там снизу отращивала запасной. Вот просто для сравнения. Смотрите, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Аж до верха поднимаемся. Все, шикарный побег, шикарно вызрел. Все с ним замечательно. Вот на той плоскости тоже побег, растущий от головы куста. Вот он прекрасно растет. Вот он помечен. Да, и с него получится шикарная плодовая стрелка. А вот здесь, смотрите, да, вот, видим разницу в двух побегах. Левый у нас должен был идти на плодовую стрелку, но он никакой. А правый, шикарный побег. И смотрите, к чему я это все веду и показываю. Опять же, почему я оставляла побеги снизу, да. Изначально я сказала, что поскольку был заморозок, поскольку по весне в мае здесь стояло минус 5, когда уже почки раскрылись. И эти температуры держались достаточно долго, то многие основные почки подмерзли. Я специально оставляла снизу, да, чтобы что-то нагрузить. И мы видим, что дальше кое-где по лозе у нас идут совершенно тонюсенькие, никакой еще не вразумительные побежики. Поэтому вот и была такая задумка. А теперь к чему я все это вам рассказываю, к чему я клоню. Смотрите, очень часто, вот, я слышу, сучок замещения прям такая вот нужная штука, без него прям никак. А теперь представьте, вот был у вас сучок замещения, из которых пошло два побега, да, которые мы один должны обрезать коротко, а второе ставить на плодовую стрелку. Вот, кстати, смотрите, еще один помеченный, даже снизу, да, чуть-чуть, чуть-чуть, идет, 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 опа, и все, и дальше он уже не вызря. И что тогда? То есть вот у меня нет сучков замещения, да, но есть разные побеги, которые я так наметила. Точно так же будет и сучком замещения. В какой-то момент там может вырасти вот такое вот что-то невразумительное, что будем делать. А у нас схема в голове. Сучок замещения обязательный. На самом деле не обязательный. И вообще не обязательный ничто. Формировок в мире превеликое множество. Я даже как-то делала отдельный ролик. Вот кому интересно, посмотрите. Просто огромное количество. И никто не мешает вам придумать свое. Абсолютно. Самое важное, что мы должны понимать, это принцип, по которому растет виноград, и принцип, по которому он плодоносит. А принцип таков. Вот, в этом году выросла лоза, в этом году она вызрела. Мы оставляем вот хорошие, красивые, вызревшие побеги. И в следующем году на них вот из этих почек пойдут зеленые ростки, зеленые побеги, на которых будут грозди. Все. Вам нужно понимать только это. А как вы это расположите на шпалере? Как хотите. Еще один момент, да, раз мы уже коснулись принципа. Вот этот побег мы располагаем горизонтально в следующем сезоне, а вертикально вот идут зеленые вот такие вот лозы. Все. И как мне сейчас резать этот курс? Смотрите, если мне неудобно, если вот на моих рукавах там что-то невразумительное, да, вот я оставляла побеги снизу, я могу сейчас все убрать и оставить только побеги снизу. Вот эти вот хорошие, вот, хороший мощный побег. Я его не помечала. Вот, он у меня не помечил. Но я могу его оставить. Да, мне придется, как бы, ну, где-то рукава заменить. Но что делать? Если вот так, так сложилось. И, в принципе, такая вещь, как замена рукавов, ну, это абсолютно нормально. Не надо этого бояться. И думаю, что это вот прям страшно-страшно. Ничего страшного в этом нет. Ну, а теперь давайте разбираться, что и как мы будем делать с этим кустом. Смотрите, рукавов у нас много. Рукавов у нас есть запас. И вообще здесь, на самом деле, сидят два куста. Один идет в одну сторону, а второй будет расти в другую сторону. Вот туда. И разбираем конкретные рукава. Вот тот, на котором я вам показала. Побег недоразумения. Смотрите. Что мы имеем? Вот там далеко. Да, нам надо было бы уже уйти на смещенную зону плодоношения. Тут побег никакой. Дальше. Вот здесь есть побег хороший, но он растет очень вертикально. Его нам неудобно будет загибать. Хотя можно попробовать. Отломается, так отломается. И смотрите, еще вот здесь есть побег. Видите? Вот он был бы идеален. Смотрите, он тоже небольшой. К сожалению. Вот если бы он был вот такой, было бы прям замечательно. Кстати, к вопросу про удлинение рукавов. Видите? Вот. Да, откуда идут почки. Насколько удлинился рукав? На сантиметр. Кстати, касательно сучка замещения, тоже часто слышу, что вот сучок замещения именно для того, чтобы рукав не удлинялся. Он точно так же удлиняется. Что с сучком замещение? Что без него? Ну, в первый год, да? Чуть-чуть удлиняется. А в остальном, все точно так же. Ну, касательно вот этого рукава. Давайте сейчас я все лишнее уберу. Пока оставлю вот этот побег. Посмотрим. У меня запас, в принципе, плодовых стрелок. У меня запас рукавов. Поэтому посмотрим, к чему мы по итогу перейдем. И тогда решим, надо он нам, либо он уже будет лишний. Все, поехали. Значит, вот это мы убираем, 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 убираем. Вот этот мы тоже убираем. Так, и вот он, наш рукавчик. Ну, мы еще вернемся. Сейчас вот этот вот побег уберем, чтобы он нам не заминал, намешал. Кстати, смотрите. Вот на этом рукаве у нас еще и пеньки были оставлены. То есть, по-хорошему, ай-яй. Нехорошо, чтобы так было. Да, ну, опять же, я могу оставлять только молодые. А могу, у меня еще место на шпалере есть. Вот такая уводить туда. А потом в следующем году, например, вот этих заменить. Почему нет? Вариантов много. Ну, возвращаемся. Так, на этом рукаве оставили. Переходим к рукаву следующему. Вот он. Так, и вот побег, который я оставила. Ну, понимаете, как-то вот, как-то он какой-то очень вертикальный. А есть побег вот дальше. Так. Смотрите. Он как раз вот этот, вот идет под наклоном. Вот этот уберем и будет больше видно, да? Вот, хорошая плодовая стрелка. Опять же, да, мне надо занять место на шпалере. Мне надо максимально эффективно использовать шпалеру. Я не... Ну, вообще, мы не смотрим на схему, да? Мы ни к чему не привязываемся. Мы хотим получать урожай, да? И хотим максимально использовать эффективно те ресурсы, которые у нас есть. Поэтому вот этот вот побег я оставляю. Вот этот я уберу. В принципе, да, можно прям коротенько обрезать, будет сучок замещения. На самом деле, я его вот так уберу. Там пенечек небольшой остался, и нормально. Вот. А эту пустим на плодовую стрелку. Займем шпальеру. Вот. А вот этот предыдущий нам не нужен. Мы его обрезаем, но мы помним, все, что до плодовой стрелки, мы всегда режем на пенек. А вот этот уберем совсем. Сейчас покажу почему. Вот. Смотрите, здесь получается, это было боковое ответвление. Поэтому я вот здесь отрезаю. Отрезаю. И все. Вот у нас получился рукавчик. Так, и смотрите, вторая сторона. Здесь я уже поубирала эти побеги. Да, хорошо было бы, чтобы у нас вот где-то вот здесь, даже вот-вот. Вот у нас середина между кустами. Здесь, чтобы побег остался. Ну, маленький, невразумительный. А там свободно, поэтому я оставляю вот. Вот здесь у меня нормальный побег, который пойдет уже в следующем году плодоносить над головой другого куста. Вот, он ушел туда, ему место там. А сюда, вот на это место, пришли побеги вот от того куста. Вот так все это будет. Я потом еще цельную картинку покажу. Да, у меня получился рукав с пнями. Ну, как получился, так получился. То есть, никто мне не мешает этот рукав потом заменить. Тем более, что у меня достаточно много побегов хороших, которые идут от головы куста. Поэтому вопрос замены рукавов, как бы, это не страшно. Если вы смотрите еще, какой может быть вариант, вот вы сомневаетесь, да, вот у вас вот так, как у меня, как бы, много всего, да, непонятно. Можно сначала оставить больше, а потом пройтись еще раз. Ну, вот этот рукав, вот, вообще он должен был идти туда. Ну, так получилось. Надо было весной занять шпалеру вот этот побег. У нас планировался, планировался на плодовую стрелку. Ну, не идеально, если для реформы, конечно, не страшно, можно оставить. Вот, можно оставить его один. И здесь еще. Вот. Нет? Неплохой. Смотрите, я сейчас режу вот здесь. Вот эти два пока что оставляю. Сейчас обрежу весь куст. И посмотрю, что у меня здесь. Может, мы это все уберем. Смотрю, сколько у меня чего остается. Как оно у меня здесь укладывается. А тогда уберу еще. Вот еще с этой стороны пример, опять же, да. Вот. Оставляла, да, чтобы красиво все. С одной стороны побеги, да. Вы уже знаете, какой праздник вот здесь. Да, с этой стороны. Надо, чтобы не с этой был побег, а вот с этой, иначе там зарезанные рукава. Туда-сюда. Все, класс, побег рос, хорошо. А потом раз и перестал расти. Ну, куда его оставлять, да. Вот это реальность. Понимаете, я это показываю именно для того, чтобы вы понимали, что виноград не слышит наших, не знает наших картинок, да, не знает наших правил, а растет так, как ему вздумается. Значит, посмотрите, что в итоге получилось. Вот я обрезала, обрезала, и понимаю, что у меня даже осталось лишнего. Так, вот у меня была рука. И вот там далеко я оставила плодовую стрелку. Как раз она начинается у меня примерно на середине между кустами. Также вот еще одну молодую плодовую стрелку я оставила на второй рукав. Вот она. На той стороне. Вот у нас рукав. Да, ушла плодовая стрелка. И опять же вот такая же замена. А вот был рукав, который я разворачиваю. Вот он когда-то был туда повернут, надо было занять вниз. Я понимаю, что уже все, уже лишнее. Да, то есть мы идем как под большего к меньшему. Смотрим, смотрим. Сначала оставляем больше, теперь видим, что все, они не нужны здесь, эти побеги. Они абсолютно лишние. Уже у нас будет слишком густо. и все здесь просто убираем. Все, оно нам не нужно. Лежки тоже уберу. Мы работаем по спаренным рукавам, мы работаем с усыленным плодовым звеном, поэтому в каждую сторону нам надо 4 плодовых стрелок. Вот у меня 4 есть. Это вот от другого куста. Она пойдет в ту сторону. Вот так вот. Раз. Вторая вот здесь на рукаве. Да, и с той стороны тоже 2. Все, этого нам будет вполне достаточно. Вот еще раз верну в другую сторону. Смотрите, здесь у нас вообще даже получилось 3. Вот здесь, здесь внизу рукав, плодовая стрелка, мощный, сильный побег. Здесь тоже рукав, плодовая стрелка. И еще я оставляю еще один лишний молодой побег. Почему? Потому что здесь у нас рукава зарезаны. Нам по-хорошему их надо было бы поменять. И поэтому я оставляю вот этот побег, который в дальнейшем рукав заменит. А в принципе можно оставлять и вот. Один рукав, одна плодовая стрелка на каждую плоскость шпалеры, в каждую сторону. Вариантов много. Вы смотрите, как вам удобно, как вам понятно, как вы размещаете все это на шпалере. И работаете по принципу. Оставить лучше побег на плодоношение. И смотрите, вот здесь я оставила на плодовой стрелке более дальние побеги. Ну, потому что они для меня более удобно размещены. А вот там пеньки. Ну, как я говорила, да, мы режем на пеньки. И там есть по одной-две почки. То есть, в принципе, мы тоже потом можем использовать эти пеньки как сучок в замещении, если нам это будет нужно. Но оставляя как бы такой сучок, это не гарантия, что в следующем году там вырастут классные побеги, которые мы можем использовать на плодовой стрелке. Могут вырасти, могут не вырасти. И смотрите, еще один пример, который я хотела вам сегодня показать. Недавно, да, когда показывала ролик, обрезку начиная с первого года, что нет, только вот коротко, если резать, тогда мы можем что-то сформировать. А так, ну, опять же, формировка для нас, а не для кого-то, не для картинки. И показывала там мануар, где у нас один всего лишь рукав. И все. Вот это коберная кортица, и здесь было то же самое. Вот этот вот, один толстый рукав. Так случилось, что на второй год проснулась только одна единственная почка. И все. И вот она превратилась в такой толстый пабель. Видим, здесь были пеньки. Никак это не влияет на рост. Вот в прошлом году я отрастила вот еще одну, да, плодовую стрелку, получился еще один рукав. Ну, как видите, вот там у меня замены еще превеликое множество. Вот есть замечательный пабель, который, в принципе, мы сейчас вот так можем все обрезать. Вот у нас будет плодовая стрелка и в дальнейшем рукав. Никакой сложности отрастить что-то. Вот так вот нет. Ну, если вдруг оттуда снизу не растет, то тоже ничего страшного. Можно пользоваться тем, что есть. Смотрите, здесь уже у нас он задвоился, да. Здесь у нас вот сколько хороших, сильных побегов есть. Ну, в данном случае я здесь буду оставлять вот вот так вот обрезать. Опять же, смотрите, да, толщина. Вот это хороший побег. Вот так вот оставила. У меня будет одна плодовая стрелка. И вот этот вот тоже очень сильный, мощный. Сейчас положили на землю, завернусь в другую сторону. Я его разверну туда. И будет еще одна плодовая стрелка. В принципе, мне здесь даже этого будет достаточно. Смотрите, я здесь уже частично подрезала. Мы можем даже вот так выращивать. Один рукав и хоть четыре плодовые стрелки на нем, если это нам удобно. Вообще можно растить один рукав, одна плодовая стрелка. То есть, даже наши пожелания. Здесь что мне оставлять? Вот волоса, опять же, у нас смещенная зона плодоношения. Вот здесь у нас центр между кустами. Мне лучше всего, чтобы не путаться, выбрать те лозы, которые вышли. Чтобы там площадь занять. Вот. Вот. Вот примерно вот так. И дальше. Значит, я выбираю те, что дальше. Было бы две плоскости, я поставила все четыре плодовая. Но поскольку плоскость одна, будет слишком глусто, значит, я оставлю то, что подальше расположено. Смотрите, вот здесь идеальное продолжение вазы. Да? Вот здесь тоже идеальное продолжение вазы. Вот. Вот этот, вот этот побег мы выбираем. Убираем. И еще, смотрите, вот там в начале у меня был побег. Плодовая стрелка. Я ее могу оставить. Вот как на замену этого рукава. Ну, плюс опять же. У нас пока что начинается все там. Тот куст еще не дорос. Эту чашу поляры нам надо занять. Мы ее займем. И в заключение нашего сегодняшнего ролика. Он вообще адресован тем людям, кто столкнулся с той ситуацией, что картинка и реальность несколько отличаются. И у вас все получится. Не бойтесь, не бойтесь делать ошибки. Вы делаете, выращиваете виноград не для того, чтобы сдать экзамен и показать, как вы молодец, как я правильно сформировала, а для того, чтобы получать результаты, для того, чтобы получать урожай. И когда вы понимаете растение, когда вы знаете принципы, то из любой ситуации вы всегда найдете выход и всегда будете с результатом и с урожаем. Ну а те, кто считает, что правильно только так и никак иначе, пожалуйста, это ваше право. Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу. Такая большая просьба. Не надо навязывать это другим. И не надо мне говорить, иди, получи все того-то или того-то. Мы делаем так, как мы считаем нужным. Мы показываем то, что мы делаем. А как делать вам, вы решайте сами. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!